Сегодняшняя тема Эта весна совсем не такая теплая, как год назад, но зато не нужно сидеть дома и можно ходить по концертам любимых групп. Преимущественно российских, но все-таки. Рассказываем, куда заглянуть в ближайшие две недели, не забудь о перчатках и масках. 9 апреля в 20 часов в Крокус Сити Холл танцуем под хиты, и не только казахского RN-артиста Джа Халиб. Или в то же время в Adrenaline Stadium слушаем сумасшедший, в лучшем смысле этого слова, мини-оркестр The Hatters. Заряди телефон как следует, выступление группы невозможно не снимать. И раз уже в этом году мы не увидим часть группы на «Евровидении», как планировалось, то хотя бы зажжем вместе с ними на весеннем концерте. Кстати, как изменились победители Евровидения с 1980 по 2018 год, смотри в галереи, для тех, кому музыка не по душе, и хочется слушать истории, новости тоже есть. 13 апреля в 18 часов 30 минут в стандап-клаб номер один на Новом Арбате слушаем Славу Комиссаренко. Стендапер шутит обо всем, от путешествий и личной жизни до политики, так что скучно не будет никому. Тем более Слава – настоящий профессионал своего дела. 15 апреля в 20 часов ностальгируем в главклубе «Вместе с ума» 2 Армен. Ждем главные хиты от «Я так ждала тебя, Вова», да «Девушки Просковьи» и «Атмосферой» делаем эту весну еще теплее. 17 апреля в 20 часов в Адреналайн Стадиум танцуем под минимал и другие хиты Элджи. Федук на концерт вряд ли заглянет, но это никогда не мешало Элджи исполнять «Розовое вино» в одиночку. Если давно хочешь покуражиться или увидеть Настю Ивлееву вживую, ты знаешь, что надо делать. А в гостях у Ивлеевой можно побывать прямо у нас на сайте. А на час раньше в Music Media Dome концерт начнут «Мумий Тролль» представлять группу точно не нужно, их знают все, и не только в России. Илья Логутенко все так же интересен и крут, и никогда не против исполнить не только новые песни, но и хиты, которые стали классикой. Гуляем и заглядываем на выставки, тем более что в столице есть из чего выбрать. До 18 апреля в Мультимедиа-арт-музее разглядываем календарь «Пирелли-2020» от Паоло Роверси. Итальянский фотограф обратился к истории любви от Уильяма Шекспира, Дада, Мэ, Ромео и Джульетти. Вместе с календарем Роверси создал 18-минутный короткометражный фильм о кастинге на роль Джульетты. Там же до 21 апреля можно успеть познакомиться с репортажами Паскаля Метро. Французский фотограф-документалист начинал карьеру в Африке еще 50 лет назад, и с тех пор считается одним из главных специалистов по континенту. В Третьяковской галерее лубуемся работами участников «Мира искусства» Александра Бенуа, их выставлено больше двух сотен. Выставка организована в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники», а это значит, что шанс увидеть эти произведения появляется совсем нечасто. В чем на выставке ходят звезды, смотри в галерее ниже, до 26 апреля в Outlet Village Белая дача успеваем на выставку, подготовленную совместно с Музеем космонавтики в Москве к 60-летию первого полета человека в космос. А в выходные 10 и 11 апреля в Outlet пройдут бесплатные мастер-классы для детей, а еще юные посетители смогут встретить на территории Outlet трансформеров и сделать памятную фотографию. Космическую тематику поддержат специальные плейлисты фотозона в виде космического корабля. А в музее Салватор Феррагама открылась выставка «Силк». Через архив дома проиллюстрирован долгий творческий процесс создания шелковых принтов, в частности шарфов, который по своей природе как живопись представляет собой идеальный союз творчества и высокого мастерства ручной работы. Музей находится в Италии, но из-за локдауна посетить экспозицию можно онлайн. При этом тебя все равно сопроводят экскурсоводы и кураторы. Разумеется, не забываем о долгих прогулках в новых кроссовках, ну наконец-то. Магазинах, салонах и спорте. Кстати, помнишь, мы рассказывали об акции «Ты не одна» в рамках акции «Успех вопреки всему». Литуаль передал чек номиналом в 10 миллионов рублей в сеть взаимопомощи женщин, средства пойдут на помощь женщинам, пострадавшим от семейно-бытового насилия. Мы нашли еще один достойный проект, благотворительная акция, не просто покупка, от проекта Мидфо Черити, бренда Бионова и гипермаркетов, Глобус. Сделать доброе дело можно, покупая продукты Бионова, участвующие в акции, в сети гипермаркетов, Глобус, 10% от продажи гранолы, кокосового сахара и стевии Бионова со специальной оранжевой наклейкой будут направлены на помощь детям, оставшимся без родителей, и детям-сиротам в регионах, где есть сложности с полноценным медицинским обеспечением. Акция действует до 10 июня. В районном центре Эльбрус стартует цикл бесплатных лекций по здоровому питанию и результативным тренировкам, совместно с женской фитнес-студией Уомен Секретос запланировано три последовательных мероприятия и две открытые тренировки по фитнесу. До 25 апреля будут разобраны злободневные темы и даны подробные инструкции, как действовать правильно, с пользой и результатом, без перегибов и вреда организму, и почему тяжело перейти на здоровое питание и так хочется шоколада. Вдохновиться заниматься спортом можно, посмотрев на J-Log, клиника Remedy Lab приглашает попробовать новое обертывание с маской из торфяной грязи «Керстин Флориан», разработанное шведским СПИ-специалистом и одним из основателей АСПИ «Керстин Флориан». Это интенсивная восстановительная процедура, один из классических вариантов грязелечения, основанный на локальном применении и уникальных свойствах торфяной грязи. На площадке современного велнес-клуба премиум-класса Ситеретрит в Шмиттовском проезде, который собрал ведущих тренеров столицы, разные виды тренировок, медитации и восточные практики в одном месте, открылось новое спортивное сообщество для женщин Train Your Body. Это не просто тренировки, а целое сообщество ЗОЖ-единомышленников, для которых самое важное – сделать тело стройным и здоровым, избавиться от зажимов, послеродового синдрома, и стать сияющей изнутри. Составить стильный образ не получится без стильного белья. У бренда S.I.S.I. появилось невидимое белье без швов, а у Minimi сразу три новинки – коллекции поясного и корсетного белья, и фантазийных носочков, гольф и почледников, которые ведущие дизайнеры и стилисты смело сочетают с босоножками на высокой шпильке, элегантными туфлями, сандалиями и балетками. В сервисе по индивидуальному пошиву casual одежды хули весенние обновления. Палитра расширилась до 29 цветов, так что теперь выбор стал еще сложнее. Жми сюда, чтобы посмотреть главные апрельские тренды. Милли Бобби Браун совместно с Vogue.Ur представила эксклюзивную капсульную коллекцию MBBX Vogue.Ur и запустила новую компанию решетка MBB Diaries, которая посвящена городам, занимающим особое место в жизни юной актрисы. Ищи модные очки, которые сделают весну ярче и приятнее, именно там коллекция представлена в розовых и голубых оттенках. Бренд шелковых платков «Радикал Чикс» коллаборировался с Третьяковской галереей. В основе коллекции пять работ «Женщина с граблями» Казимира Малевича, «Испанка с веером» и «Павлин под ярким солнцем», «Стиль египетский» Натальи Гончаровой, «Василий Блаженный», «Аристар Халентулова», «Скачки» Георгия Якулова. «Сахарок» предлагают встречать тепло в любви, для чего даже выпустили кольцо ЛОВИИ. В серии будет еще два кольца, со словами «Храбрость» и «Объятие», и то, и другое требовалось каждому из нас, когда в сложную минуту мы были отделены друг от друга в прошлом году. О модных деталях весны и лета читай под фото, «Гарниер» и «Пятерочка» решили поддержать ответственное потребление и внести весомый вклад в решение проблемы пластикового загрязнения. До 15 мая 2021 года можно купить продукцию «Гарниер» в любом магазине «Пятерочка», зарегистрировать чеки на сайте, копить баллы и обменять их на икопризы, а заодно поучаствовать в розыгрыше суперприза «Икатура на Черное море». Два рубля с каждой покупки бренда «Гарниер» пойдут на очистку и благоустройство пляжа на Черноморском побережье, который будет принимать гостей совсем скоро. А еще вкусно едим и заряжаемся энергией. В ресторанах Василчик и Чайхона номер 1 появилось новое меню «Hungry Chef Magazine» номер 16 «Originos», посвященное любви к природе, необъятной, многогранной, такой разной и уникальной страны. В меню проводится параллель между состояниями природы и человека, благодаря эффектным пейзажам от известных тревел-фотографов и фотографиям блюд сезонного меню в прочтении корпоративного бренд-шефа Сергея Сущенко. Вкусный кофе ищем не только в кофейнях. Шоколадница начала поставлять кофейное зерно собственной обжарки для виндинговых киосков компании HelloFoodie, расположенных в бизнес-центрах столицы, их по всей столице несколько десятков. А если ты все же решила остаться дома, то у Philips как раз есть телевизор 50PUS 8505 секунд технологии Ambilight и платформы Android. Ambilight наполняет комнату атмосферным светом, соответствующим происходящему на экране и создает особую атмосферу. Купить телевизоры Philips можно во всех крупных магазинах электроники и на официальном сайте shop.philips.ru читай еще, а здесь смотри на самую длинную в мире фату.